Малая подгорная Еще с петровских времен карельские крестьяне были обязаны отрабатывать трудовую повинность на заводах, в основном летом, в ущерб благосостоянию своих дворов. В 1769 году жители острова Кижи отказались. От принудительных работ на заводе вспыхнуло восстание. В итоге на остров были отправлены правительственные войска. Бунт был подавлен. Около 150 наиболее активных участников восстания были осуждены и казнены здесь, в районе сквера на нынешней улице Титова. В те времена в России смертная казнь была отменена. И поэтому трех активных участников восстания – это Клима Соболева, Семена Костина и Ивана Сальникова – их, можно сказать, изувечили. Им раскаленными металлическими буквами наложили такие печати на лицо – В, О и З, что означало «возмутитель на щеки и на лоб». Им вырвали ноздри, чтобы было ясно, что это очень опасные преступники, и сослали на каторгу в Сибирь. Остальных кому-то избили кнутом, кому-то избили плетьми, кому-то отправили в Сибирь. Около ста человек сдали в солдаты. Более или менее заметную роль в жизни Петрозаводска эта окраинная улочка стала играть, начиная с 90-х годов 18 века, когда был построен гостиный двор. Занимал он целый квартал, ограниченный нынешними улицами Кирова, Куйбышева, Титова и Карла Маркса. Это грандиозное по тем временам здание представляло собой ряд открытых каменных галерей, в которых располагались лавки и магазины. В связи с тем, что торговый центр этот имел большое притяжение и покупателей, и приезжих купцов, и своих купцов, то вокруг него селились и стали строить свои дома крупнейшие наши купцы Петрозаводские, Фершуковы, Румянцевы, Тихоновы и так далее. Здесь находились гостиницы Ярославль, Новопетровская, и улица Малая Подгорная, она, конечно, была достаточно такой центральной. Когда современные петрозаводчане слышат название Синная площадь, то первым делом вспоминают Петербург, а ведь это не совсем справедливо. Когда-то Синная была и в Петрозаводске, находилась она здесь, в районе нынешней улицы Титова. Границы площади примерно совпадали с нынешним сквером напротив законодательного собрания. Здесь шла активная торговля крупногабаритными товарами, которые не помещались в престижных лавках и магазинах гостиного двора, а именно дровами и сеном. Сейчас, конечно, это трудно представить, но ведь когда-то не было автомобилей, когда-то не было машин, и люди ездили на лошадях. Лошади были транспортом для чиновников, для офицеров, ездили верхом, ездили в каретах. То есть практически у каждого достаточно состоятельного человека была лошадь, у некоторых было несколько лошадей. И для того, чтобы содержать горожанам лошадей, их надо было кормить. А лошадей кормили сеном. Так вот, если говоря современным языком, Синная площадь – это место, где продавались энергоносители. Синная была достаточно многолюдной, и не только потому, что корм для лошадей входил в список самых востребованных товаров. Именно здесь, до революции, выступали гастролирующие в Петрозаводске цирковые артисты. К нам не раз приезжали канатоходцы, которые ходили по канату и усиляли публику. И в газете даже пишут, что собиралось до трех тысяч зрителей. Растягивали эти канаты или по диагонали сеной площади, или от дома до гостиного двора, и они вот там проделывали свои всяческие трюки. В начале 20 века из общественного сада на Синную была перенесена карусель. К слову, горожане сначала восприняли с опаской непривычное для них развлечение, и кататься особо не спешили. Однако потом все же втянулись. И в летние теплые вечера в Петрозаводске Синная площадь, она гудела. И, кстати говоря, многие революционные события в 906 году начинали или происходили тоже на Синной площади, когда здесь молодые рабочие начинали бушевать, полиция кого-то из вот этих вот возмутителей спокойствия арестовывала, начинались стычки молодежи с полицией. То есть Синная площадь, она видела всякое. После революции, вплоть до начала Великой Отечественной войны, Малая Подгорная почти не менялась и выглядела в принципе так же, как на дореволюционных фотографиях. Разве что в 1922 году Синная площадь была упразднена. На ее месте разбили сквер, получивший гордое имя Первомайского парка. В следующем выпуске мы расскажем о военной и послевоенной истории Малой Подгорной улицы, о том, как она приобрела свой современный вид, а также о ее знаменитых жителях. До встречи в Старом городе!